А сейчас я хотела бы прочесть балладу. Баллада посвящается Святой Блаженной Ксении Петербургской. В восемнадцатом веке Средь вечных ветров Петербург каменел над Невою. Жил там певчий придворный Полковник Петров Со своей молодой женой. Как любил он ее, А лелеял ты как! Жизнь казала семьсотом медову, Но коварная смерть, Ухватив за рукав, Увела его власно из дома. И осталась вдова Двадцати шести лет, Одинешенька в целой вселенной. Мужа нет у нее, И детей тоже нет. В чем теперь ей искать утешение? Все земное забыв, Даже имя свое, А в народе звалась она Ксении За спасенье души. Дорогой для нее Раздавать она стала именье. Говорили, что Ксения лишилась ума, Не оставив ни денег, ни крова, И холодным дыханием Грозила зима, Обнажая безжалостно кроны. Ксения в мужний костюм Облачилась и всем Заявила без тени смущение. Андрей Федорович, мол, И не умер совсем, То жена умерла его, Ксения. В самом деле, Для мира она умерла, Во мгновение став нищей, Убогой, И полвека почти подаянием жила, Уповая во всем Лишь на Бога. Горожане вначале Смеялись над ней, А мальчишки камнями бросались. Но со временем Кротность, присущая ей, Разбудила в гонителях Жалость. Продавцы стали вдруг замечать, Что едва она пряник Брала в них только, Как в почтенной вниманием Лавке товар Раскупался в мгновение ока. А извозчики, Если кому подфартить С нею на облучке прокатиться, Знали точно, Уж нынче им будет везти С пассажирами царской столицы. Кто давал ей одежду, Кто деньги, кто хлеб, От души проявляя заботу. Башмакам ее было, Наверное, сто лет, А костюм превратился В лохмотье. Ей одних подаяний Хватало вполне, Но лохмотьев она Не меняла, А из денег брала Лишь царя на коне. Да и то, что брала, раздавала. Благодатная сила была ей дана, И народ к ней всегда устремлялся. Коль погладит больного ребенка она, Непременно малыш исцелялся. А когда над Васильевским островом ночь Опускалась густой вуалью, Ксения словно летела из города прочь, Увлекаемая звездной далью, Простирая ладони обветренных рук, Возносила молитвы на небо, Слезно Бога прося, Чтоб спасен был супруг, Ведь он верующим почти не был. А еще по ночам, Наложив кирпичей в полудраный мешок За плечами, Поднималась блаженная с ношей своей По ступенькам строительным храмом. За ночь целую гору могла натаскать, Хоть на вид и была худощавой. Интересно строителям было узнать, Кто ж так трудится Богу во славу. Незаметные подвиги скромно неся, Так желал, и душой возрастал, И уже не понять было просто нельзя, Что блаженная Ксения святая. Предсказаний немало слыхал Петербург, Но теперь был он словно разбужен. Временные преграды раздвинулись вдруг, И пространство увиделось глубже. Ксения видела все, что творилось с людьми, Даже мысли, казалось, читала. И порою пугалый красочный мир, Где тепла и любви не хватало. Открывалось ей видение будущих зол И убийства наследников царских. Реки крови кругом, Всюду кровь и позор, Так кричала святая со страской. А могла и напротив Спокойно вести разговоры, Знакомую за чаем. То девица сказала, где мужу найти, То еродствовала, обличая. А однажды бездетной знакомой своей говорит, Ну и что ты сидишь тут? Там дитя твое плачет, беги поскорей. Да смотри, возвращайся с сынишкой. Та, все бросив, Скорей поспешила туда, Где ей место она указала. И, увидев толпу, Поняла без труда, Что блаженная духом все знала. Там младенец, родившийся только, Кричал, мать лежала уже бездыханно. А извозчик, что сбил ее, Тут же стоял, от беды закрываясь руками. И вернулась с младенчиком новая мать. Вырос он ей на радость и старость. Но таких предсказаний не сосчитать. Это капелька, самая малость. А когда за ее отболевшей душой, Что спасалась земными скорбями, С неба ангел в сияющей ризе сошел. Петербург затопило слезами. И воздвигли часовню над гробом ее, Чтобы каждый мог здесь помолиться. И к смоленскому кладбищу Горе свое понесли И богач, и вдовица, Панихиды служились одна за другой. И теперь тот, кто молит усердно, Получает поддержку и помощь святой Петербургской подвижницы Ксении. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо.